В Беларуси не изменится базовая арендная ставка. Чтобы сохранить условия для стабильного функционирования бизнеса, власти приняли решение ее не увеличивать до весны следующего года. Речь о предприятиях и организациях, которые снимают помещения государственной собственности. Сейчас сумма 16 рублей 90 копеек за квадратный метр. Количество несчастных случаев в здравоохранении за 2022 снизилось на 26 процентов 47 пострадавших до 35. В этом году в учреждениях проверят рабочие места на соответствие всех требований законодательства. Затем, чтобы все было объективно и справедливо, будут следить профсоюзы. Беллихпром к новому учебному году обновил школьный ассортимент почти на 70 процентов. Полтора десятка компаний планируют выпустить более миллиона двухсот изделий, которые можно отнести к одежде делового стиля. Основная цветовая гамма – черный, серый, бордовый и синий. Появятся также другие модели обуви и аксессуаров. Православные верующие отмечают благовещение в честь явления архангела Гавриила, который сообщил Деве Марии о скором рождении сына. В этот день принято посещать храм и молиться. Праздник выпадает на Великий пост, но церковь разрешает употреблять в пищу блюда из рыбы, тушеную и вареную пищу с добавлением масла. С 7 по 11 апреля ГАИ усилит контроль на дорогах Могилевской области. Наряды ДПС будут следить за соблюдением скоростного режима, обгонов и выезда на встречку. Особое внимание пьяным и бесправникам. Алкоголь – одна из самых частых причин ДТП. С начала года в регионе по вине нетрезвых водителей случилось пять аварий. Один человек погиб, семь травмированы.